Я в них. Сказал это Иисус, вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Мы пришли сюда вспомнить, что произошло. И давайте нарисуем себе эту картину. Иисус Христос собирается вместе с учениками. Сколько их было? Двенадцать человек, да? Мы помним, что один из них не был до конца. Один из них ушел раньше. Кто-то был. Иуда был. Почему он ушел? Ну, у него бизнес был. Ему надо было продать в его глазах выгодно Иисуса Христа. Но осталось одиннадцать. И вот этих одиннадцать Иисус вместе с одиннадцатью идет потом за поток кедрон. Перешел с одиннадцатью и потом берет три. Ну, три, наверное, самых лучших, которых у него было. Кто это был? Три, как вы думаете? Петр? Я? Я. Итак, взял три. Почему он их взял? Потому что это было для него, наверное, самое тяжелое время. Что он их просит? Он говорит, чтобы мы вместе с ним побыли в молитве. Значит, этот момент в жизни Иисуса был самым таким тяжелым моментом. И в этот момент Иисус, Сын Божий, нуждался в молитвенной поддержке. Вы представляете, у нас бывают моменты, когда мы нуждаемся в молитвенной поддержке. Иисус в тот момент настолько тяжело это все было. Он нуждался просто, чтобы его поддержали. И так, получается, было сначала двенадцать, один ушел. Потом уже одиннадцать, с одиннадцати три, а горных три самых лучших. Ну и давайте вспомним, какова же была поддержка Иисуса Христа. Активно или пассивно поддержали? Представьте, приходит... А не скоро. Самый тяжелый момент, который был за все эти три с половиной года... Раньше никогда у него не написано, чтобы он просил их молиться. Один раз попросил. Нуждался в этой поддержке. Потом опять приходит, они опять спят. Ну тяжело, глаза отяжелели. А когда пришли Иисуса Христа, взяли, то и тех не оказалось. Разбежались кто куда. Там у Креста только один единственный Иоанн. Тот пришел и... Как ученик. Может быть... Почему пришел? Да потому, что сам и больше любил Иисуса. Может быть, поэтому и рискнул, и пришел. Может быть, поэтому он и по ногам, завернувшись в одеяло, следовал сзади. Может быть, поэтому. И так, Иисус Христос остается, Он молится. В этот момент у Него происходит общение с Богом. Он нуждается, Он хочет получить для себя поддержку. И что? Бог дает эту поддержку. Ангел приходит, крепляет Его. Если бы не пришел... Многие говорят и свидетельствуют, что в тот момент, вот так, то положение Иисуса Христа... Просто Он не выдержал бы и умер бы. Поддержал ангел. А потом происходит один... Наверное, для Иисуса Христа это был самый страшный момент. То, что ученики Его предали, оставили, даже не поддержали в трудный момент, это одно. Но когда Иисус Христос висит на Голгофском кресте, происходит следующее. Тот, для кого Он жил, чью миссию Он пришел исполнить, оставляет Сына Своего. Почему? Для того, чтобы нас приобрести. Для того, чтобы нас делать своими детьми. для Иисуса Христа это было самым тяжелым, я думаю. Не та тяжесть, что ученики не поддержали. Не та тяжесть, что Иуда, который ходил с Ним вместе, предал. Нет. Тяжесть Твоего и моего греха – это то, что разлучило, разделило Иисуса Христа с Отцом. У нас сегодня будет хлебопреломение. Я хотел бы, чтобы мы могли все вспомнить, и знаете, глубоко рассуждая, понимать, что это было ради меня. Каждый лично для себя. Ради меня Иисус Христос умер. Это очень важно. Мы сегодня будем молиться. Я хотел бы, чтобы это все служение, оно было именно таким образом, осознавая и понимая, что этот праздник ради меня. Для того, чтобы спасти меня. Для того, чтобы взять все мои грехи, всю тяжесть моих грехов. И дать мне жизнь вечную через Сына Своего, Иисуса Христа. Давайте мы сейчас помолимся, попросим Божьего благословения. Господь.